Так, такой решишь? У второклассника Григория Горяну сегодня итоговый и контрольный. Если бы не хранение оружия, писать он не научился бы никогда. Впервые в школу он пришел после приговора. Мне адвокат говорит, вот надо вот это писать, надо вот это писать. Я не мог писать. Пришлось адвокату за меня писать. Ну, а что сделать? В соседнем классе идет консультация перед экзаменом по алгебре. ЕГЭ здесь не сдают. Результаты, которые действительный год, для этих учеников не актуальны. А в остальном требованиях, как в средней школе. Рассмотрим функцию. Ф от х равная х минус 6. Самая частая оценка в этой школе 3 с плюсом. Потому 30-летние выпускники 12-го Б на особом счету. Здесь есть даже хорошисты. Я думаю, что поступить куда-то не хочу. В дальнейшем. Вообще хотелось медицинские, а там пока не знаю. Слово «не знаю» сегодня запретной в тюремную школу пришла строгая комиссия. Члены общественного совета проверяют, нет ли прогульщиков. Закон строг. Каждый осужденный до 30 лет обязан учиться. Все понятно, что более образованный человек, наверное, все-таки будет меньше нарушать законы. Он поймет хотя бы закон этот. Но колония не то место, где прогуливают. Здесь даже юристы с высшим образованием получают дополнительную специальность. Сергей Соловьев, например, будет дипломированной швеей. Он всегда мечтал научиться шить. Ну, как бы просто времени не хватало, а сейчас времени много. Так получается, поэтому он стал швеем. Одно дело привести ученика в класс под конвоем, а другое дело чему-нибудь научить. Задачу учителя решают по-своему. Они уверены, главный принцип – не застыди. Все обыденно. Человек не имеет плана, человек не имеет писать. Все. Мы для этого здесь, мы для этого, скажем так, научим. Григорий Горянов в начале летних каникул выйдет на свободу и вряд ли когда-нибудь снова сядет за парту. Но ему теперь все равно не стыдно. Он сам может написать слово «начальник», пусть и с мучительной запинкой на букве «Ч». Майя Евглевская, Олег Голобоков, ТВК, Новости. Майя Евглевская, Олег Голобоков.